Итак, обетование о том, что наши молитвы не останутся без ответа, касается только молитв, соответствующих воле Отца. Наши молитвы не останутся неотвеченными, касается обетования Бога, записанного в Священном Писании, только молитв, соответствующие воле Отца. Если мы будем молиться и думать, что мы достучимся, потому что Иисус сказал в одном месте Писания, стучите, дано будет вам, просите и получите. И привел пример в притчу о том, что ночью пришел друг, у него не было хлеба, он пошел к соседу, стучался, он ему отварил и дал ему хлеба, сколько просил. Так и вы просите, и вам дано будет, по вашему настоятельной просьбе, по вашему прошению, и даже будете, если стучаться. И сколько бы вы ни случались, все равно вы получите. Да, вы получите. Позже гораздо. Но если это будет действительно соответствовать воле Отца. Если нет воли Отца, а кто-то просит, вместо той жены, которую он имеет, другую жену, потому что ему какая-то жена понравилась у какого-то там пастора или еще у кого-то, вот он будет ходить годами молиться, он все равно ее не получит. Не получит. Нет. Она уже, во-первых, замужем, а я просто пример говорю, потому что это будет уже не молитва, а колдовство, которое не соответствует воле Отца. А люди думают, что все, что бы они ни попросили, они получат. Ересь это... Это не только духовная грамматика, это духовная безграмотность, я бы сказал бы. Люди не понимают элементарных вещей, что мы можем просить только то, что разумному человеку понятно, что да, Бог Отец может тебя благословить чем-то, что в Его совершенной воле это есть. Может это быть в Его совершенной воле, чтобы ты осуществил какую-то миссионерскую, может, поездку в какую-то страну. Да? Ну, может быть, даже этого не произойдет, если нет в Его планах этого, даже если ты будешь постоянно просить об этом и молиться. Речь идет о том, что мы всегда получим ответ, только лишь в том случае, это если есть на это воля Отца. В Иоанне 15 глава 7 стих написано, «Если пребудете во мне, и слова мои, какие слова, рема мои, откровения мои прибудут у вас, то что бы вы ни пожелали, просите и будет вам. Если пребудете во мне, и мои откровения прибудут у вас, мои слова прибудут у вас, потому что есть слова Логоса, я говорил, слова написанных графа, и слова есть рема. И таких слов, между прочим, в Новом Завете всего, навсего, 70. Во всем Новом Завете. Начиная от книги Матвея, кончая книги Откровений. Всего 70 слов рема, Откровений. Мы о них будем говорить ниже. И некоторые из них я буду приводить к вам для примера. Я очень хочу, чтобы его истина получила распространение, особенно в протестантском движении. В нем так много еще есть таких вещей, которые не до конца люди понимают, именно с глубиной, с пониманием понимают. Мы пытаемся научить людей говорить на иных языках, но даже вообще не всегда объясняем им, для чего это нужно. Просто давай помолишься, чтобы ты получил Духа Святого, будешь говорить на их языках. А зачем? Для чего? Как? Почему? Где это написано? Смысл этого? Люди вообще даже иногда не объясняют им. Мы носим языки, порой некоторые христиане носят языки, как знак супердуховности или духовного превосходства над кем-то либо другим. Мол, я говорю на языках, а ты нет. Или некоторые говорят, посмотрите, я буду до безумства глуп, но я все равно буду молиться на иных языках. Мол, я буду глупым ради Иисуса. Мы делаем это, мы говорим на иных языках, и пусть меня считают глупым, я все равно буду это делать ради Христа, но буду молиться на иных языках. А почему он это делает? Зачем это оно делает? Даже сам не понимает. Но говорит, да, я ради Христа буду глупым, поэтому буду молиться на иных языках. Но не ради глупости мы молимся на их языках. И даже Писание не говорит, что мы должны делать это ради глупости. Хотя так некоторые считают. Бог не делает ничего ради глупости. Ничего не делает напрасно. Он ещё от основания мира предопределил привести всех к совершенству во Христе Иисусе. И с тех пор Он работает над реализацией этого плана. Он не сделал ни одного напрасного движения. Он наделил нас этой голосалией не как знак глупости. Он дал нам это для того, чтобы мы могли быть проводниками и орудием молитвы согласно Его воле Божьей. Проводник и орудие молитвы согласно воле Божьей. Иисус говорит, «Прибудьте в Мне, и Я в вас, как вет не может приносить плода сама по себе, если не пребудет на лозе, так и вы, если не пребудете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот переносит много плода. Ибо без Меня не можете делать ничего. Если кто не пребывает во Мне, тот выбрасывается, как ветвь, и засыхает, и собирают такие ветви, и в огонь бросают, и сжигают. «Если пребудете во Мне, и слова Мои», какие слова? «Рэма Мои», это слово «Рэма», и «Откровения Мои» пребудут в вас, то что бы вы ни пожелали, просите и будет вам. А в оригинале написано, «Если пребудет во Мне и откровение Моё», то есть слово «Рэма Мои», в вас пребудут, то что бы вы ни пожелали, просите и будет вам. Как прекрасно было бы, если бы мы читали Священное Писание, к примеру, Синодальный перевод или любой другой перевод, и знали, что это слово в этом тексте, в этом стихе является словом «Рэма». Как вы думаете? Всего их 70. Неплохо ли было бы нам лично знать, какое из этих слов, потому что если бы мы читали на греческом языке, то бы мы видели это слово, что это слово «Рэма». Если бы читали на греческом, то видели, что это слово «Логос», или это слово «Графы», что всё «Графы» Бога вдохновенно. Понятно, что всё Писание Бога вдохновенно. А где в конкретном случае нам увидеть, что там говорится? «Вера от слышания, а слышание от Рэма Божьего». «Вера от слышания, а слышание от Откровения Божьего». Не просто от Логоса Божьего, а от Откровения Божьего. От Рэма, да, от Откровения, от Рэма Божьего. Не от Логоса. «Вера от Откровения». «Вера от слышания, а слышание от Рэма Божьего». Как хорошо было бы действительно знать, что вот это слово, которое я читаю, потому что Иисус говорил. «Слова, которые я вам говорю, они из Духи Жизнь». Интересно. А возникает тогда у читателя, изучающего Священное Писание, вопрос. «Слова, которые я говорю вам». То есть здесь Логос или Рэма. «Мудрость, которые я вам говорю, они из Духи Жизнь». Или Рэма, которые я вам говорю, они из Духи Жизнь. Безусловно, здесь Рэма. Потому что Он говорил откровения, которые я вам говорю, они из Духи Жизнь. Не просто слова, а откровения, потому что Его откровения, они несут жизнь. Его откровения — это есть Дух Святой, который нам открывает жизнь. Вот почему пришёл Пётр с учениками к Иисусу, и он задал им вопрос. И вы хотите отойти? А Пётр ответил, а куда нам идти? У тебя Рэма Жизни. У тебя Рэма Жизни. Не просто глаголы, не просто слова жизни. В некоторых современных переводах написано. У тебя слова жизни. У тебя откровения жизни. Потому что Рэма — это откровение. Множественное число откровений «я». У тебя откровения жизни. И слава Богу! Бог дал действительно откровение Рэма до меня, чтобы читающие Вечные Евангелия... Вечные Евангелия. Вот в этом издании, как и написано в предисловии, здесь такой абзац есть. Я вам, кстати, рекомендую всем всегда, во всех случаях, какую бы книгу вы ни брали в руки, художественную ли, научную, популярную, любую книгу, которую берёте в руки, всегда читайте предисловие. Предисловие могут быть очень интересные вещи для вас. и нужные. Иногда, прочитав предисловие, вы закроете книгу, даже её покупать не будете. Потому что знаете, что эта книга уже не для вас. Вам не надо терять время, чтобы прочитать всю книгу. Вам достаточно прочитать предисловие, и вы будете знать содержание этой книги в будущем. Так вот, одним из абзацов здесь написано, оскільки в грецькій мове слово передается такими поняттями, как логос, рема и графе, то они были позначены, соответственно, латинскими літерами L, R и G. Логос, рема и G, графе. И если слово рема позначено в усих випадках у тексті Евангелия, то сделано перелик віршив, и какими словами у скороченном словнику, то слова логос и графе позначались лише в деяких випадках, как пример. Теологичные значения цих слив рема, логос и графе також наводятся в скороченном словнику. Слушайте, теологичные значения цих слив рема, логос и графе також наводятся в скороченном словнику. То есть, если по всему тексту Нового Завета эти слова рема обозначены значком р, знаете, над словом звёздочка ставится р, другой значок ставится единицкая, двоечка, в сноске это видно, то вы знаете, что это слово действительно Рэма. И какое слово вы не прочитали, вы сразу будете получать откровение о чём? По тексту Писания. О чём здесь говорится? Вот, например, если вы это понимаете, то слово Рэма будет обитать в вас обильно со всякой премудростью, в Колоссяном 3.16. Текст говорит, «Если это вы понимаете, то Рэма, то есть откровение, будет обитать в вас обильно со всякой премудростью. Мы будем пребывать во Христе, мы будем преобразованы в Его образ. Мы знаем об этом, потому что нам прямо сказано, что Дух ходатайствует, и испытывающих знает в сердца, какая мысль у Духа». Слово откровения Рэма даёт нам откровение воли Божьей, и в результате мы постоянно имеем ответ на наши молитвы. Слово Рэма. Слово откровения даёт нам откровение воли Божьей. Вот от чего оно даёт нам откровение, слово Рэме. О воле Божьей. И в результате мы постоянно имеем ответ на наши молитвы. Чего бы ни просили по воле Его, Он слушает нас. Когда Бог повелевает нам что-то сделать, Он одновременно деляет нас полномочиями и силой совершить это. В этом и состоит сущность дара языков. Да, иногда мы бываем свидетелями истолкования языков как дополнения к пророчеству на публичных служениях, но это является лишь вершиной асберга. Основной целью дара языков, которые мы получаем во время крещения в Духе Святом, является подготовка нас к владению мечом Духа путём непрестанной молитвы, принятием нами слова откровения, слова Рэма, от Бога посредством через эту молитву и получением назидания нашего Духа, которое происходит, когда мы говорим тайны Богу языками ангельскими, иными языками. Если мы пребудем в нём и Рэма, то есть откровение его, пребудет нас, то чего бы мы ни попросили, по желанию нашему будет нам. Однако тогда очевидно, что если получение слова откровения связано с пребыванием в молитве, а непрестанная молитва достима через дар языков, то не так уж много полезного и дорого вы можете сделать, если не говорите на языках. Не так уж много мы можем сделать полезного, если не говорим на языках. Мы гораздо больше сможем сделать, если крещены в Духе Святом со знамением говорения на иных языках. Но, к сожалению, часто в церквах, называющих себя даже пятидесятническими, на самом деле, менее половины членов общины говорят на иных языках. К сожалению. И это происходит потому, что не всегда христиане понимают, что дар говорения на иных языках является неотъемлемой частью молитвенной жизни, а не просто украшением христианской жизни или каким-то превосходством, преимуществом над кем-то другим или привлекательной частью нашего служения, которое может порой иногда других отталкивать. Бывают иные случаи, когда человек думает на иных языках, а он не раздумает слышать. Бывают. Бывают иные языки, даже не от Бога, не от Духа Святого. Следует также сказать несколько слов и о вере, имеющие важное значение в жизни всех приходящих к Богу. Многие проповедники наставляют нас о приобретении веры, хотя сами мало, что знают о ней из написанного в Библии. Иногда проповедники наставляют нас о приобретении веры, обращаясь к нам. Возлюбленные, имейте веру в Бога, имейте веру в Иисуса Христа. И проповедник начинает говорить всё более и более взволновым голосом, и слушатели подхватывают с тем же волнением, говоря, «Слава, Аллилуйя! Мы будем иметь веру! Всё больше и больше будем возрастать в вере!» И всё. И на этом всё заканчивается. Но вера у них не прибавилась от того, что проповедник призывал иметь веру. Наш синодальный перевод, синодальная версия, 11 главы посланий к евреям, это что-то относительно приблизительное, что написано в оригинале и в других Библиях в отношении веры. А другими словами, это самый, я бы сказал бы, не совсем, не совсем очень удачный перевод 1 стиха, главы 11, там, где говорится о вере. «Вера же и сочетление ожидаемое, уверенность невидима». Слава Богу, даже российский подсрочник российского библейского общества, Новый Завет на греческом языке с подсрочным переводом, он относительно дает большее понимание, что такое вера на самом деле, то, что говорит оригинал, по сравнению с синодальным. синодальным. Что говорится в подсрочником переводе? «Вера же есть чаемого устойчивость дел доказательства невидимых». Для восприятия нашего интеллектуального непросто так сразу раз и принять, сразу раз и вникнуть. Что такое? «Вера же есть чаемого устойчивость дел доказательства невидимых». По-другому можно сказать, «Вера же есть устойчивость чаемого, то есть желаемого, и доказательства невидимых дел». Но это уже ближе к пониманию, что они хотели сказать. Но они что, излагают в механическом порядке, в каком написано в греческом тексте. Да, да. И то берут ну не самые, не во всех случаях самые лучшие варианты значения слова, греческого слова, как перевести нам или донести на русском языке. К сожалению. В действительности в оригинале написано «И тому, чему везде и всегда учит Кеннет Коплин, муж веры, знаете, что вера…» Сейчас я открою. Одиннадцатая глава к римлянам, то есть одиннадцатая глава книги «Послание к евреям». Он говорит, что вера же есть, Кеннет Коплин говорит. Хотя и на английском языке, но он так и говорит, да это только определение. Сущность упования уверена с невидимым. В Новом Завете есть всего два слова, используемые автором послания к евреям. Это одиннадцатая глава, первый стих, это делается определение веры. И также в первой главе «Послание к евреям», в третьем стихе, где используется греческое слово «упостасис», означающее сущность, внутреннее содержание, вещи или явления, субстанция, первооснова. Вот это слово, которое использовано и там, и здесь. Там это в первой главе третий стих, «Послание к евреям». Здесь это в одиннадцатой главе первый стих. «Упостасис». Вот, откройте первую главу «Послание к евреям». Нет. В первой главе «Послание к евреям» написано, «Он, будучи сиянием славы и отображением сущности его, и держа всё словом могущества своего, совершив собой очищение наших грехов, воссел и десну и величество на высоте». Что написано даже в синодальном переводе, я не помню. Могу, конечно, прочитать. Вот синодальный перевод. Синодальный перевод. «Послание к евреям». «Послание к евреям». «Сей, будучи сиянием славы, и образ ипостаси его». Ну, проще всего написать «Образ ипостаси его». А если народ не знает, что ж такое ипостась? Он образ ипостаси его, как написано в синодальном переводе. «Образ ипостаси его». «И держа всё словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел и десную престола величие на высоте». «Сей, будучи сиянием славы, и образ ипостаси его». Образ. Образ образа его. Да. Что значит ипостась? Так вот, как раз мы говорим об этом слове. Ипостась — это не просто образ ипостаси. А что ж такое ипостась? Греческие слова редают. Ипостась — это как раз и есть сущность, содержание, суть. Сущность, содержание и суть. Это первооснова, это основа. Сущность, содержание — существо. Внутреннее содержание — вещи или явления. Ипостась — это внутреннее содержание. Сущность — это внутреннее содержание чего-то. Вещи или явления — это субстанция. Некоторые переводы английские говорят «the face is the substance». Субстанция. Причём многие переводы это говорят, переводят это слово как «субстанцию». Вержи — субстанция. Это не просто субстанция. Это является одновременно и первоосновой. Но мы должны помнить, что как и написано в третьем стихе первой главы. Он, будучи сиянием славы, это отображением, не просто образ. Он отображением не ипостаси, а его сущности. Иисус. Здесь рядётся в первых трёх стихах именно об Иисусе говорится. «Бог многорадный, мерообразно, издревле говоривший отцам через пророков, в эти последние дни говорил нам через Сына, Которого поставил наследником всего, через Которого и миры сотворил. Он, будучи сиянием славы и отображением сущности Его, и держа всё слово могущества Своего, Словом Силы Своей, да. Так вот, как дано здесь определение, в этом переводе, но в Вечном Евангелии, написано, «Вер же сущность того, на что уповаем, убеждённость в том, чего не видим». Потому что вот это вот греческое «упостасис» переводится как «суть» в скобочках «найголовнейшее, основное, в кому, в чём-небудь». «Найголовнейшее, основное, в кому, в чём-небудь». Дальше. «Суть» или «сутність», «зміст», «чого-небудь», «основа речи» «явыща», это «ество», это «сущность», «природа», «реальность», «пидстава», «квинтэссенция», «субстанция», «першооснова», «пидоснова» и последнее слово «ипостась». Да, «ипостась» имеет место, но что такое «ипостась»? Нам надо раскрывать, чтобы понимать, что это все эти значения этого слова, которые я вам перечислил. Хорошо. Если мы говорим, что «вержа и сущность того, на что уповаем», то, к слову, алпижа греческая «уповаты», «важаты ему верным, здесь на чогось бажаного, твердо надеятыся, сподеватыся на бажаные результаты, покладатыся, розраховываты». Упование наше — это надежда осуществления того, чего мы сильно желаем, в чём мы твёрдо надеемся. Желаем, чтобы были достигнуты определённые результаты. полагаться, рассчитывать на что-то — это наше упование. В «верже» оказывается есть сущность, содержание, смысл того, на что мы уповаем. Убеждённость в том, что, собственно говоря, не видим. Другими словами, вот, возьмите, к примеру, к примеру, галочкой пытай мне стакан сока. К примеру, у нас может быть стакан с содержимым чего-то, правильно? Это может быть вода, это может быть сок. Вот у меня содержание этого стакана. В стакане находится сок, правильно? Сущность этого стакана — яблочный сок. Правильно? Здесь может быть вода. Но, есть одно «но». если здесь была бы вода в железной кружке, я бы стал её нагревать, чтобы она была тёплой. У меня кто-то отвлёк телефонным звонком, и она продолжалась там нагреваться. А я разговаривал, разговаривал, прихожу, она вся выкипела. Куда делась вода? Правильный ответ. Вода испарилась. Она по-другому превратилась в газообразное состояние. Правильно? Она из одного состояния перешла в другое. Это законы физики. Она никуда не делась. Она перешла в газообразное состояние. Она теперь невидима. Но она есть. Она в воздухе. Она в том помещении, где я находился. Но, если я пришёл с улицы, жара лето, август месяц, сильно хочу пить, наливая тёплая вода, невкусная, поставил в холодильник, в морозилку, заговорился. 15 минут прожил по телефону. А там был морозильник. Включай, а там в стакане уже пить невозможно. Лёд. H2O превратилась во что? В лёд. В кристалл. В твёрдое состояние. Вода исчезла? Нет, не исчезла. Она стала иметь другое содержание. Твёрдое содержание. Но она есть в стакане? Есть. Вот точно так же подобна наша вера. Она может быть твёрдой, как этот лёд. И она может быть газообразной и невидимой. Нет веры. И он говорит, я молился тебе, чтобы не исчезла, не испарилась, не улетучилась, не пропала вера твоя. Она может быть, понимаете, она может исчезнуть. Она может, говорят, иссякнуть. Но когда иссякнет, когда что-то, может быть, ещё и останется. Когда вера иссякает, может быть, что-то ещё, может быть, останется. Но она может иссякнуть так, что там вообще ничего не останется. Но я молился, чтобы не исчезла вера твоя, говорит оригинал. по-другому не иссякла. Хорошо, когда он говорит, где вера ваша? Найду ли я веру эту? Что наша вера должна быть не как газообразное состояние, и не как состояние жидкой воды. Да, вера может быть, как и вода, видимая, нормальная. Но лучше гораздо, если она будет твёрдая, как скала. Вот это настоящая вера. И тогда мы говорим, вера, жесть, сущность того, на что я уповаю. А на кого я уповаю? На Господа. Почему? Потому что все его обетования истинны и не ложны. Всё, что он сказал, совершится. Он сказал, только веруй, только веруй, и будет тебе. Только веруй, и будет тебе. Он попросил, говорит, чтобы исцелился слуга мой, да? Я не достоин даже, чтобы ты пришёл под кровь мой. Иди, слуга твой исцелён. Вот это вера. И когда он повернулся к народу, чтобы сказать, что во всём Израиле я не нашёл такую веру, там стоит винительный падеж, кстати. Но, к сожалению, в русском языке и в украинском языке с частицей не используется только родительный падеж, как я уже говорил. Когда людям говоришь, что, мол, во всём Израиле я не нашёл такой веры, нормально будет, правильный перевод. Но когда я говорю, что во всём Израиле я не нашёл такую веру, понимаете, это как бы идёт концентрация на конкретном человеке, на конкретной вере. Такую веру. Вы это чувствуете? Может быть, кто-то и не чувствует. Я лично это ощущаю. Есть разница между этими падежами. Но правила определённые требуют. С написанием частицы не всегда родительный падеж. Хотя во всех этих случаях, что вы знали, во всех этих случаях, будете открывать оригинал и смотреть, там именно винительный падеж. Потому что они ищут своё отечество. Не отечество они ищут где-то здесь на земле. А отечество своё ищут. Потому что там, где наш отец, и там реальное наше отечество. Там тоже винительный падеж. Не А, а О. Отечество. Это тоже послание к евреям. По-моему, 13 глава. Итак, мы знаем, что вера есть сущность того, на что мы уповаем, убеждённость в том, чего не видим. «Ибо в ней засвидетельностно древнее, верой познаём, что миры устроены Словом Божьим». Чем устроены? Миры? Рема, откровением Божьим. послание к евреям всего слова, три слова Рема. И в данном конкретном случае в третьем стихе говорится, «Верой познаём, что миры устроены». как Бог устраивал? По откровению. Бог своим откровением устроил миры. Он получил откровение. Кстати, у меня есть очень интересная статья, что учёные установили, что во всей Вселенной, все галактики, они как виноградная лоза. Расстояние, конечно, между галактиками, они составляют где-то несколько десятков, иногда сотен световых лет. Что это такое вообще? Такие цифры, такие расстояния. Всего где-то около 500 миллионов галактик. У нас наша галактика, в которой мы живем, самая маленькая. Одна из самых маленьких. Не самая. Одна из самых маленьких. И Солнечная система наша входит в эту нашу галактику, где всё это устроено. Если я поищу, конечно, прочитаю вам эту статью. Очень интереснейшая статья. Как Бог всё устроил. Кстати, среди учёных больше верующих, чем неверующих. Верующих в Бога и верующих. То, что написано в Священописании. Это не просто устойчивость чего-то. Это содержание как основа чего-то. Содержание твоего упования. Основа твоего упования. Первая основа твоего упования. Ведь содержание твоего упования может иметь абсолютно разный вид, разный подход. Как я уже говорил, это может быть и газообразное состояние твоей веры, и как лёд она будет твёрдый. Но это образный пример. Понимаете? Это не что значит, что вот конкретно так надо и понимать. Это чтобы нам было легче воспринимать, что значит есть сущность, содержание. мы представляем веру как некоторую систему знаний и фактов, которые мы призываем, признаём истинами. Но такая трактовка, кажется, имеет немного общего со словами сущность и доказательством или очевидность. вера, жизнь, говорю, это сущность нашего упования. Послание к римлянам. В 10 главе 17 стих говорится. Итак, вера от слышания, а слышание через или от, или де от слова Божьего. Хотя этот стих и не говорит нам, что такое вера, но мы знаем, каким образом она, вера, приходит. Приходит к нам, можем сказать, через сущность этого откровения. В этом фрагменте Библии 10.17 послания к римлянам используется греческое слово «рэма». Вера от слышания, а слышание от слова откровения, рэма Божьего. Это особенно вдохновенное произнесенное Писание или Откровение, которое Бог помещает в наш Дух. Особенное, вдохновенное, произнесенное Откровение, которое Бог помещает в наш Дух. У нас сейчас перерыв, по-моему. Хорошо, давайте сделаем перерыв. У нас будет еще последние 45 минут самых важных, самых заключительных в отношении слова «рэма». Рэма Библии 10.17 в ходу «рэма» Blazör Medical Продолжение следует...